Здравствуйте, друзья! Буду красить деревянные конструкции в своем доме. Это полы, двери и лестницу. Сначала проведу подготовительные работы, то есть пошлифую, где нужно зашпаклюю и буду приступать к покраске. Начну с пола. Шлифовать буду вот такой шлифмашинкой. Между доской есть небольшой перепад из-за того, что доска разной толщины, вот в пределах где-то миллиметра, поэтому его нужно убрать. Также я уже зашпаклевал некоторые места, поэтому пройдусь и по этим местам. Сюда еще нужно будет добавить немножко шпаклевки, так как есть большое вглубление. Подготовил я пол. Процесс шлифовки прошел успешно. Единственное, что я скажу, что данная шлифмашинка не очень подходит для данного вида работ. Приходилось ей работать немножко под углом, чтобы убрать перепады между доской. Это плохо для данного инструмента. Шлифовал я вот такой наждачкой P40 и P60. Особой разницы я не заметил, что та, что та шлифует хорошо. Теперь буду подготавливать лестницу, но предварительно мне нужно там зашпаклевать отверстия от самореза. Шпаклевать вот эти отверстия буду вот такой шпаклевкой на основе акрила. Шпаклевка подсохла. Теперь можно ее шлифовать. Шлифовать буду вот таким инструментом. Это реноватор. Дальше, друзья, что я сделаю, это беру вот эти острые экраны на перилах, чтобы было за них приятней держаться. Также это сделаю на вот этой стойке и на ступеньках. Вот эту часть. Еще нужно пройти и отшлифовать вот этот вот брусок, так как он немножко шероховат. Скруглил я углы и теперь запор очень приятно держаться. И испортил я вот эту подошву. К ней теперь наждачка не клеится. Поэтому дальше буду работать вручную. Сейчас съезжу в магазин и куплю ручную терку и буду работать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот этот подступенник решил зашить вагонкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это место я зашил вагонкой. Зашпаклевал щели возле двери. Вот здесь и здесь. В принципе все готово для того, чтобы красить. Осталось замести и пропылесосить. Красить пол буду полиуретановым лаком. Наносить лак буду с помощью валика и кисти. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Пошлифовал DimaTorzok ДимаTorzok 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 теперь буду красить двери красить двери буду интерьерным акриловым лаком без запаха наносить его буду в два слоя сейчас я подготовлю дверные проемы и дверь снимать наличники я не буду просто заклею вот в этом месте валярным скотчем и ручки тоже снимать не буду обклею их тоже валярным скотчем заклеил скотчем все что не нужно красить вокруг дверного проема дверные петли ручки и вот с этой стороны размешал лак вот такого белого цвета написано что после высыхания должен стать прозрачным сейчас налью ведерко поменьше и буду наносить с помощью вот такой щетки первый слой лака высох дальше возьму 120 наждачка зашлифую и буду красить второй раз второй слой лаком без запаха второй слой лака высох и имею вот такой результат со вторым этажом я закончил здесь все покрашено останется только покрасить двери на первом этаже а на этом друзья все всем спасибо за внимание до новых видео спасибо за внимание Продолжение следует...